Машина Сегодня это далеко не роскошь, а удобное средство передвижения. Понимая это, все больше людей стремятся получить права, независимо от возраста и пола. А вот апотечанке Ольге Макаровой придется отложить воплощение в реальность своей мечты о новенькой красивой машине. Во-первых, эта идея у меня уже лет 10 тому назад пришла в голову, но все как-то не было, то дети, то работа, то еще что-нибудь, то есть как-то не до этого было. А сейчас более-менее посвободнее стало время, поэтому решила все-таки мечту воплотить в реальность, но опять же не получается. К выбору автошколы Ольга решила подойти серьезно, почитала отзывы, пообщалась с людьми, имеющими права. Пошла в ДСААФ, спросила про документы, мне сказали, что нет, все в порядке, все пройдено. Ну и где-то с 9 ноября у нас начались занятия. А потом заключили договор, по договору, по идее, с 20 января у нас должны были быть экзамены внутренние, ну и то есть, естественно, и в ГАИ везде. Но этого не произошло. И в январе ничего, в феврале тишина. Ну и, естественно, мы потом уже начали беспокоиться, почему и что. От них, естественно, никаких ответов. То есть у них, как не спрашивают, ждите. Устав ждать, она вместе со своей сокурсницей обратилась в полицию. Значит, проведена процессуальная проверка в возбуждении уголовного дела отказа. Значит, я понимаю, заявители, они хотят удостовериться в том, что в действиях автошколы есть или отсутствует состав уголовного преступления. В данном случае проведена проверка и признаков преступления, состава преступления, которое предусмотрено статьей 159 ГК РФ, нами не выявлено. Почему же возникли такие проблемы? Ведь ДСААФ не единственная автошкола, ученики которой не могут сдать экзамены. И не потому, что плохо учат, а потому что в ГИБДД их не принимают. А все дело в том, что 5 ноября 2013 года вступили в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения. Они предусмотрели как введение новых категорий под категории прав, так и отменили самоподготовку водителей. То есть теперь желающий получить права должен сначала обучиться в автошколе. И только потом, предъявив соответствующее удостоверение о получении профессионального образования водителя, написать заявление в ГИБДД на получение водительского удостоверения. В то же время, только в августе, Министерство образования поправило требования о лицензировании учебных организаций. И все автошколы обязали пройти проверку на соответствие материально-технической базы требования вот этих вот новых программ. И там вот одно из требований – это к автодрому асфальтированная площадка. Ну и ввиду того, что у ДОСАФа автодром не заасфальтирован. Вот, это там, где мы им телубистов готовим. То есть там танкодром. Ну, заасфальтировать его в столь короткий срок, тем более зимой, конечно, не представлялось возможности. При этом у ДОСАФ был договор аренды автодрома с одной из автошкол. Но он по непонятным причинам был расторгнут. Что помешало еще в декабре получить документ соответствия материально-технической базы новому требованию. Но Ольга утверждает, что узнали они об этом уже после окончания обучения. А когда уже в ГАИ поехали, а там в ГАИ, нам сказали, что, оказывается, они вообще не имели права даже набирать группу. Почему? Потому что у них, во-первых, сейчас же с Нового года полностью проверяли все школы и заново перезаключали всю документацию. И все школы не набирали, а не набирали. Но в техшколе ДОСАФ говорят, что ученики о проблеме знают. Мы проводили собрание. Мы ничего не скрываем от наших клиентов. Мы им показали все документы. Мы им рассказали о всей нашей деятельности, которая направлена на получение вот этого документа. И надо сказать, что люди отнеслись к этому с большим пониманием. Две этих милых женщины они проигнорировали. Демонстративно они отсутствовали на этом собрании. Хотя я считаю, что очень зря у них была возможность прилюдно задать интересующие их вопросы. И с какой целью все это делается, нам лишь остается догадываться. Как выяснилось в своих действиях, руководство ДОСАФ опиралось на письмо, которое я сейчас держу в руках. Здесь написано, что в связи с приостановкой деятельности образовательных организаций и запретом осуществлять набор групп для обучения, была достигнута договоренность и даны устные указания заместителя министра образования и науки Российской Федерации Климова и первого заместителя начальника главного управления МВД России Швецова. Не препятствовать в наборе образовательных групп и разрешение начала образовательного процесса. Мы имеем лицензию на обучение, мы имеем согласованные программы, то есть подпись начальника ГИБДД на согласованных программах есть. То есть все. Вот нет заключения Мурманского ГИБДД на соответствие. Вот это единственный документ, которого у нас нет и без которого мы не можем выдать свидетельство об окончании и провести итоговую аттестацию у групп, которые у нас уже по срокам закончили обучение. А из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела апатитской полиции становятся понятны действия Ольги Лапаевой, исполняющей обязанности начальника школы. Платежи за обучение водителей являются единственным источником дохода тех школы, за счет которых осуществляется выдача заработной платы работникам и поддержание материально-технической базы. Есть и документы, подтверждающие, что ей неоднократно были поданы заявки в ГИБДД России по Мурманской области на получение заключения о соответствии материально-технической базы. Заявительницы, которые и к вам также обратились, они прошли в автошколе обучения. Автошкола со своей стороны все, что могла, сделала. То есть преподавали им теоретическую составляющую, также у них было вождение, практическая часть, значит, в этой части договор был выполнен. Единственное, я понимаю, заявители, что они теперь после такого обучения не могут получить, соответственно, обратиться к ГИБДД для сдачи экзамена. И в этой части женщины правы. Они получили оплаченную услугу не в полном объеме, а согласно пункту 3.6 договора на оказание услуг. После полной оплаты тех школа обязуется выдать документ об окончании обучения. После прохождения всего курса и успешной итоговой аттестации. Девушки к нам обратились с тем, чтобы мы помогли им составить исковые заявления в суд о защите прав потребителей в соответствии с аналогичным законом. Изготовитель, а также предприниматель, продавец несет ответственность за нарушение прав. Но с другой стороны, в договоре прописан срок обучения, но нет временных ограничений. В какие сроки ученики должны сдать экзамены по окончанию обучения? Но нужно понимать, что через полгода после прохождения курса сесть за руль и успешно сдать экзамены сложно. Мы взяли на себя обязательства абсолютно бесплатно, раз в неделю, чтобы каждый по часу у нас проходил вождение, то есть те люди, которые выкатали официальные часы, чтобы они могли бесплатно докатываться. И мы организовали регулярные бесплатные консультации. Будем практиковаться по теории в компьютерном классе. При этом, скорее всего, уже в июне документы будут готовы, и студенты пойдут на экзамены. Но так долго ждать могут не все. И, в принципе, это их право. То есть теперь мы будем подавать в мировой суд заявление. На возврат тогда денег, потому что если смысл уже. Не обучение, не денег тоже, потому что заплачена полностью вся сумма. Теперь вы, наверное, будете тщательнее выбирать. Теперь да. Теперь, естественно. Теперь, прежде чем куда-то пойти, буду проверять все. Вот и до. Потому что, как говорится, вроде бы доверяешь людям, но люди уже совсем, как говорится, людям доверять уже нельзя. А вот заявление экс-учениц тех школы о возврате денежных средств в полном объеме. И оно уже подписано начальником школы. Поэтому, как только на балансе апатитской ДСАФ появятся средства, эти обязательства будут выполнены. И все-таки проблем было бы меньше, если бы руководство тех школы брало с учеников перед началом обучения расписку о том, что они о проблемах знают и готовы ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова